Это новости на БТБ. Здравствуйте. Миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения огня. В городе Счастье Луганской области боевики ЛНР обстреляли украинские войска. В этом говорится в докладе специальной мониторинговой миссии организации. Украинские силовики вынуждены были открыть ответный огонь. Стороны обменялись выстрелами стрелкового оружия, гранатометов и артиллерии, говорится в сообщении ОБСЕ. По информации наблюдателя, один украинский военнослужащий получил ранение в грудь. Предположительно, среди боевиков один убитый. Напомню, что ОБСЕ приступила к мониторингу ситуации на востоке Украины. За последние два дня организация направила в нашу страну 60 специалистов. Они будут следить за соблюдением перемирия между украинскими силами и террористами. Напомню, что 5 сентября в Минске трехсторонняя контактная группа подписала протокол о прекращении огня. Российские диверсанты и боевики провоцируют силы АТО, чтобы потом заявить о нарушении украинного режима перемирия. Для этого военные федерации, переодетые в форму украинских бойцов, обстреливают позиции террористов. Об этом сообщает спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. А в АТО заявляют об обстрелах боевиками украинских блокпостов. Однако пресс-офицер АТО Алексей Дмитрошковский подчеркнул, что украинские военные открывают огонь только в случае угрозы жизни бойцам. Также он отметил, что обстрелы проводились с минометного и стрелкового оружия. В целом, за прошедшую ночь боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшую ночь террористы 5 раз нарушали режим прекращения огня. В частности, были обстрелены позиции сил АТО неподалеку от населенных пунктов Нижняя Крынка, Ждановка, Золотое, Пески, Фащевка. Относительно вопроса освобождения военнослужащих. В настоящее время уже есть определенные достижения по решению данного вопроса. Консультации продолжаются. Подробности сообщат по завершению обмена военнопленными. В Харькове ночью обстреляли военкомат. Неизвестные с гранатомета типа «Муха» открыли огонь в Орджоникидзенском районе города. Снаряд попал в фасадную часть здания и взорвался в стене. Выбиты окна и повреждена штукатурка в двух помещениях. Никто не пострадал, сообщают в региональном медиа-центре Минобороны Украины. Сейчас принимаются дополнительные меры по усилению безопасности военкоматов на территории области. С начала марта это уже пятое нападение. Держать оборону во что бы то ни стало. В СНБО готовы выдать оружие желающим присоединиться к силам АТО. Об этом на брифинге заявил спикер информационно-аналитического центра Андрей Лысенко. Также он добавил, что сейчас в Мариуполе достаточно вооруженных сил, чтобы защитить город от вторжения. Поэтому пока мирных жителей привлекать не будут. Но если бойцы антитеррористической операции не будут справляться, к выполнению боевых задач приступят и патриоты Украины. Не менее трех тысяч убитых зафиксировали в ООН с начала конфликта на востоке Украины. Об этом сегодня заявил новоизбранный верховный комиссар Организации объединенных наций по правам человека Зейд Аль-Хусейн на открытие 27-й сессии Совета ООН по правам человека. По его словам, в Организации по-прежнему обеспокоенной ситуации в Украине напоминают, что украинское правительство, вооруженные группировки, а также соседние государства, включая Российскую Федерацию, должны приложить все возможные усилия для защиты гражданского населения. Также Оль-Хусейн сообщил, что на сегодняшней сессии Совет рассмотрит ситуацию в Украине детальнее. Малайзия направит на место крушения Боинга 777 две группы для дорасследования обстоятельств трагедии. Сегодня в Донецкую область отправится 30 экспертов, об этом сообщат малайзийские СМИ. В состав первой группы войдут офицеры и другие специалисты. Вторая группа из 50 экспертов прибудет позже. Точные даты пока не называют. Ранее премьер-министр Малайзии Наджи Празак заявил, что отчеты с места катастрофы Боинга являются достаточно убедительными. По мнению следователей, самолет был сбит ракетой «Земля-воздух» в районе, который контролируют пророссийские боевики. Если мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе не будет реализован, в Украине может быть введено военное положение. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью одному из телеканалов. Если объявленное перемирие закончится так же, как и предыдущее, другого варианта не будет, подчеркнул премьер. Военоположения означают, что всю полноту власти получит армейское командование. Есть и минусы реакции западных партнеров, которые считают, что при этом перекроются каналы для проведения переговоров и решения ситуации невоенными методами, отметил Яценюк. Для реального перемирия есть три базовых условия. Первое – прекращение огня. Второе – вывод России наемника в армии и техники. И третье – восстановление Украины контроля над госграницей. Руководители Евросовета и Еврокомиссии Херман Ван Ромпе и Жозе Мануэль Борозу проинформировали членам Евросовета о согласовании пакета дополнительных санкций в отношении России. Официально принять этот пакет путем письменной процедуры планируют сегодня. Набор усиленных ограничительных мер связан с доступом к рынкам капитала, с обороной промышленностью, товарами двойного назначения и чувствительными технологиями. Также был подготовлен новый санкционный список лиц, куда вошли представители руководства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, правительство Республики Крым, российские руководители и бизнесмены. Как отмечают в Брюсселе, новый пакет санкций повысит эффективность уже введенных мер и будет способствовать изменению курса России, проводимого в Украине. Сегодня в Черном море стартуют украинско-американские военно-морские учения «Сибрис-2014». Они продлятся три дня. Также в маневрах принимают участие военные корабли Испании, Канады, Румынии и Турции. Всего задействуют 12 кораблей судов обеспечения. Из них пять военно-морских сил Украины и два корабля Госпогранслужбы. К отработке операций привлечены самолеты и вертолеты морской авиации украинской армии. За учениями наблюдают военные представители Грузии, Норвегии, Швеции и Франции. В НАТО разработали план действия на случай нападения России на страны, входящие в блок. В этом основная разница ситуации до и после саммита в Нью-Порте, заявил президент Румынии Тараян Басеску. План предусматривает возможность атаки с воздуха, земли и с моря. На принятие такого решения повлияли замороженные конфликты в Абхазии, Приднестровье, Нагорном Карабахе и Крыму. Эти противостояния контролирует Москва и может активизировать их в любой момент. Басеску также напомнил, что лидеры сепаратистов задекларировали цель добраться и до румынской границы. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реформе газотранспортной системы. Согласно документу, ГТС и подземные хранилища остаются в государственной собственности. Контрольный пакет будет принадлежать украинскому правительству. Остальные акции могут приобрести европейские и американские партнеры. Для управления системой Кабмин планирует создать две компании. Промежуточное решение по газовому вопросу нужно найти к октябрю. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер в Баку перед началом переговоров с украинским министром энергетики Юрием Проданом. До конца недели стороны намерены назначить дату трехсторонней встречи с участием Украины, ЕС и России. Еврокомиссар надеется, что решение будет найдено в течение двух недель. Юрий Продан, в свою очередь, заявил, что Украина настроена на компромисс. И подчеркнул, что предложения Киева практически всегда совпадали с мнением Еврокомиссии. Первый транш в полмиллиарда долларов получила Украина от Всемирного банка. Об этом сообщают в Минфине. Средства направят на реформирование банковского сектора, а также на внедрение комплексной программы антикризисного управления в финансовом секторе. Заем привлечен на 16 лет, 7-летним льготным периодом по переменной процентной ставке. Подписание она составляет 0,63%. Единоразовая комиссия – 0,25%. Напомним, соглашение о выделении данного займа было подписано в начале августа. Всего же Всемирный банк намерен предоставить нашей стране свыше миллиарда долларов. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев грозит Украине прекращением поставок электроэнергии. По его словам, если Украина ограничит поставку электрики в Крым, то Россия будет действовать симметрично. Он признал, что Крым – энергодефицитная территория, поэтому обеспечение ее энергии с украинских электростанций является фактором в политической игре. Правда, российский премьер забыл упомянуть, что Украина не покупает российскую электрику. Последний раз наша страна импортировала ее из России в феврале 2012 года. Тогда из-за сильных морозов и обрыва в линии электропередач был остановлен ряд энергоблоков. Духовный лидер Тибета жестко раскритиковал методы правления президента России Владимира Путина. По его мнению, российский политик слишком долго находится у власти. Господин Путин был сначала президентом, потом премьер-министром, потом снова президентом. Это многовато, сказал духовный лидер буддиста в интервью немецкой прессе. Но он считает, что это демонстрирует эгоцентрическую установку хозяина Кремля. Далай-Лама уличил Путина в желании построить новую берлинскую стену, что вредит России. Но российская интеллигенция требует от Владимира Путина немедленно прекратить агрессию против Украины. Об этом говорится в заявлении Конгресса интеллигенции, размещенного на сайте организации. От российских властей требуют расследовать случаи запугивания участников антивоенного движения, родственников погибших и пропавших военнослужащих. Граждан России призывают поддержать акции «За мир» и сплотиться в широкое антивоенное движение. Документы уже подписали более 1800 человек. Среди них видны и деятели российской культуры. В том числе писатель Людмила Улицкая, Владимир Войнович, актриса Лия Ахиджакова и рок-музыкант Андрей Макаревич. На днях он представил новую антивоенную песню «Моя страна сошла с ума». Рождались, не выбирают страну, и нам вовек не оборвать эту нить. Моя страна ушла на войну, и я не смог ее остановить. Кому власть да сласть, кому с ума да тюрьма, а я не в силах эту боль превозмочь. Моя страна сошла с ума, и я ничем не могу помочь. Вот такие вот дела. Спасибо, что вы с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok